Добрый день! Вот сегодня мы решили показать четыре вида опенка вместе. Дело в том, что там разница в цвете, разница в каких-то нюансах настолько минимальна, что когда они по-разному, очень тяжело увидеть различия. А когда сняты в единых условиях, при едином освещении, вот можно увидеть разницу, что у нас здесь представлено. Ну вот, по порядку. Так, это лужная опенок кирпично-красный. Вообще-то он считается в одних источниках несъедобным, в других съедобным, но он не ядовитый, это точно. Значит, съедобный в таком случае, если отварить и воду слить, вот он становится съедобным. Растет его очень много, размер достигает он большой. Мы самый большой опенок находили 18 сантиметров в диаметре. Часто он растается ножками, но тут вот как-то... есть небольшое колечко, поясочек такой. Но его мало заметно. Пластинки сероватые, но зато, вот оправдывает название, шляпка кирпично-красная. Она такая и у молодых грибов, и у более взрослых. Ну вот и даже когда он уже старый, то середина все равно кирпично-красная. Да. Так, следующие. Следующие. Это тоже, кстати, вот пластинки практически, вот смотрите. Одинаковые пластинки. Вот если снизу посмотреть, то не определить точно. Вот. Но это другой гриб. Он имеет, смотрите, этот вот в красное уходит, а этот уходит в желтое. Угу. Теперь вот этот какой-то более восковатый, что ли. Он как-то на ощупь такой более ломкий, не такой крепкий. И называется он? Этот опёнок. Ложный опёнок серопластинчатый. Или мы его называем ещё сосновый опёнок, потому что он растёт исключительно на пнях хвойных пород и предпочитает сосновые пни. Или болезнь сосновый. Вот. Или ещё гифолома капитес или... Гифолома головаобразная. Гифолома головаобразная. Называет гифолома маковая. Всяко называет. Вот. У него тоже пластинки очень похожие на кирпично-красный. Серо-зелёные какие-то коричневатые. Серо-зелёные даже трудно сказать, но лучше посмотреть. Но зато, если шляпки сравнить, сразу видно отличие. Сверху сразу видно, что этот всё в жёлтый уходит. Этот в красный уходит, этот в жёлтый уходит. Вот. Серединка всегда темнее. Так. Вот. И вот молодой выглядит так. Угу. Ну, это тоже хороший съедобный гриб с приятным запахом. Его можно мариновать, можно солить, можно сушить. Вот. Вот мы его мариновали, и сушили, и жарили, и ели. И можем свидетельствовать. Вполне хороший, нормальный гриб. И запах у него очень такой, выраженный такой, с хвоинкой. Так. Если ложный опёнок кирпично-красный можно найти и летом, и осенью, то это чисто поздний осенний гриб. Угу. Он бывает уходит под снег. Угу. И до самой-самой поздней осени, до морозов его можно собирать и есть. Угу. Хорошо. Следующий. Следующий. Это опёнок осенний. Их много разных видов, но мы пока что просто говорим, опёнок осенний. Чем он интересен? Ну, он, во-первых, более плотный. Угу. У него ножка более такая увесистая и жирная. Если там ножки такие волокнистые, то у него ножка вполне достойная. Особенно у молодого. Угу. Вот. Обратите внимание, что на ножке есть юбочка. Угу. Угу. Колечко. Да, это колечко, это остаток покрывала. Да, да, остаток покрывала. Угу. Угу. Оно, в принципе, это кольцо-то есть у всех, только здесь более ярко выражено. Угу. Угу. Пластинки, вот они такие, коричневатые. Угу. А сама шляпка часто имеет несколько зон. По краю более тёмная, срединка более светлая, а центр тёмный снова. И вот хочу вот сейчас навести вот сейчас редкость. Смотрите, что по краю идёт некий вот рубчик от на шляпке. Угу. Да, это, кстати, очень заметно. Угу. 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 На осенних опятах, вот этот рубчик. Угу. Так. А это? Следующий. Следующий. Офелок летний. Да, если вот обратить внимание, то... Да, эти там пластинки посмотреть, почти одинаковые. Пластинки вот практически одинаковые. Вот и у осеннего, и у летнего. Угу. Угу. Очень светлая может быть. Может быть уже в старости совершенно тёмный. Угу. Но самое главное, у него есть чётко выраженная зональность. По краю он. Один, потом середина. Потом светлее, центр тёмный. Центр тёмный. Ну, иногда эта зональность очень мало выражена. Угу. Здесь. Иногда она вот совершенно ясно видна. Угу. Так. Ага. Если её быстро трогаешь, я... Ага. Вернее, автоаппарат не открывает. Угу. Угу. Вот так вот. Вот. Эээ... Вот она видна, эта зональность. Угу. Ну, по сравнению с осенним опёнком, он такой более тощий, более как-то слабый, что ли. И ножка. Ножки вот. У него, вот видите, какие тоненькие. Тоненькие. И они такого вот цвета. Прямо надо сказать. Да. Но зато, вот этот летний опёнок, он имеет такой приятный запах и очень сильный запах. Его по запаху можно даже отличить от всех других опят. Потому что он очень сильно пахнет. А осенний, конечно, не так пахнет. Ну, в сыром виде. Угу. Хотя этот опёнок и называется летний. Растёт он, как видите, сегодня... Сегодня 4 октября. Вот мы его как раз... Да. Он растёт у нас с мая по октябрь. Угу. Ну, периодически. Как промокнет пень, так он и зарастёт. А вот осенний опёнок, чисто осенний, именно осенью. Увидел их осенний опят, ну всё. Значит осень наступила. Как бы осень наступила, да. Да, да, да. Вот. У всех, практически у всех опят в молодом возрасте пластинки закрыты... Плёночкой, да. Плёночкой. Да, плёночкой. И она потом разрывается и остаётся на ножке в виде кольца. Это особенно заметно у летних опят и у осенних опят. Вот у ложного опёнка серопластинчатого и ложного опёнка кирпично-красного это не так заметно, но тоже есть. И у всех у них остаётся остаток. Остаток немножко. А так эти опята все очень похожи. Но, во-первых, их можно всё-таки различить по тому, где они растут. Во-вторых, понюхать, встретить их. Все они съедобные. Ну, по крайней мере, вот кирпично-красный не ядовит это точно. То есть, даже если вы перепутаете, не отравитесь. Угу. Сразу можно это сказать. Вот. Вот такие вот опята вот сейчас в одном лесу, чуть ли не на одних пнях растут одновременно. Угу. Вот. Ну, не знаю, насколько это удалось. Ну, у нас ещё есть отдельные видеосюжеты о каждом грибочке. Так что смотрите. Учитесь различать. Используйте. Собирайте. Используйте в пищу. Всё. Спасибо. 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 Спасибо.